Другие, давайте сегодня вместе приготовим салат со спаржей. Сезон спаржи предательски короткий, это как правило март-апрель, май, июнь и все, поэтому я жду этого времени просто затаив дыхание, а спаржи бывают разные, она бывает зеленая, она бывает белая, она бывает такая толстенькая и пузатая, а бывает прям вот такие вот худышки. Итак, мы сегодня будем готовить салат совершенно нереальный с этой зеленой спаржей, что нужно знать и помнить, когда вы готовите со спаржей, мы всегда срезаем нижний край, вот обратите внимание, она здесь, наша спарженка, такая вся зеленая, и там, где она начинает менять цвет и становиться более сиреневой и серой, вот эти вот кусочки мы с вами срежем. И естественно, вы же знаете, что я за безотходное производство, мы вот эти вот пенечки, скажем так, выбрасывать не будем, мы их оставим и потом сварим с ними какой-нибудь классный овощной бульон. Ну, то есть вы берете вот эти кусочки спаржи, добавляете морковь, лук, морковную ботву, лук-порей, лавровый лист, перец, можно кусочек имбиря, можно положить лимонграсс, лимонник, палочку. Доводите это делать до кипения, потом убавляете огонь и даете нашему бульону свариться. Он уменьшится в объеме, появится такой потрясающе насыщенный цвет, и можно на этом бульоне делать ризотто, можно делать супы, а можно прям порционно заморозить в пластиковых контейнерах, убрать в морозилку и вернуться к нему через там месяц или два. Итак, спаржу мы сейчас с вами подготовим, и сегодня мы будем ее жарить. Вообще ее можно запахать в духовке, ее можно... Я забыла мысль, вспомнила! Ее можно приготовить на пару, но мы сегодня ее обжарим, потому что мы хотим, чтобы она подрумянилась, и у нее появилась совершенно невозможная и вкусная румяная корочка. И в салат мы добавим листья, какой-нибудь классный сыр. В общем, будет очень классно. Очень много раз я сказала слово «классно». Ничего, вы меня поняли. Доска в студию, нож в студию. Давайте разберемся с нашей спаджей. Кстати, вот некоторые такие достаточно пухлые экземпляры иногда отличаются тем, что у них очень толстая внешняя оболочка, вот эта кожура, ее прям можно овощечисткой снять, и тогда будет все гораздо проще. А давайте срежем вот эти вот стебляки. Я их прям сложу отдельно, и, соответственно, потом я их сварю. Надо, кстати, мне кажется, снять видеоролик про овощной бульон. Но это такая дико удобная история, и правда, варить можно все, что угодно. Если вдруг вы пришли на рынок и увидели морковь вот с этой, с этим пучком зелени, обязательно покупайте вместе с ней. То же самое свекла, свекольная ботва, ботва-тридисочки. Это все кладезь всяких полезностей и нутриентов. Кстати, если вы хотите, немножко заморочите, делается очень красиво. Можно не просто рубануть, а можно вот под такой диагонали. Будет как-то сразу очень симпатично. И совершенно ничего страшного, если у нас спаржа будет разного размера, это даже придаст нашему салату некую изюминку. Поэтому, если вдруг вы пришли в магазин, и вам на глаза попалась она, спаржа, хватайте. Я пойду за плитой, за сковородой. Увидимся очень скоро. И, кстати, я ее помыла. Важный момент. Жарить сегодня спаржу я буду на топленом сливочном масле. Оно еще так вот симпатично называется ги. Вы можете использовать любое другое масло, которое устойчиво к нагреванию. Вы, наверное, все слышали о том, что некоторые, например, некоторые виды оливкового масла лучше не нагревать. Вроде как они становятся канцерогенными или, по крайней мере, теряют все свои полезные свойства. Топленое масло обожает, когда его нагревают. Важный момент, чтобы ваша сковородка была с крышкой. И готовить мы сегодня будем high and fast. Знаете, это говорят иногда low and slow, high and fast. Вот, например, меренги мы запекаем low and slow. Значит, low на низкой температуре и очень долго, поэтому slow. А мы с ним будем все жарить очень быстро, прям мгновенно, на большом, высоком огне. Это нам даст румяную корочку. А то, что мы накроем крышкой, позволит спарже не только подрумяниться, но на время, как будто бы на пару, приготовиться внутри. Я уже слышу, как шкварчит наша спаржа. Я даже не советую вам открывать крышку. Если вам надо ее как будто бы перевернуть, просто сделайте следующим образом. И она как-то там сама по себе перевернется. Итак, салат. Я буду сегодня использовать небольшое яблочко, может быть, даже половинку. Она будет нам давать какую-то такую неожиданную, приятную сладость. А у меня здесь небольшие уже мытые листики. Это называется салат Baby Jam. Но вы можете использовать любой типа салат Романа или, может быть, из такой, по-моему, ледовый салат. Что-то, что дает нам хруст. И прям можно грубо нарвать листики, обрызнуть себе в лицо соком. У меня здесь есть они разного размера. Вообще, вы, наверное, уже знаете, и те, кто на меня давно подписан, что я очень люблю бардак в тарелке. У меня, кстати, даже на канале есть блюдо, которое называется бардак из баклажан. Если вы не пробовали, очень советую. Листики мы сейчас нарвем. Мы также очень грубо сюда сейчас порежем наше яблоко. И когда спаржа уже будет достаточно приготовлена, проверять мы это будем вилкой. То есть я возьму вилку, буду ее прокалывать. И мне надо, чтобы спаржа еще сохраняла какой-то хруст, какое-то свое чувство собственного достоинства. И оказывала прям сопротивление вилке. Не надо ее прожаривать прямо до мягкости. Никто не любит вялую спаржу. А давайте натрем сюда еще яблоко. И на последние пару минут к спарже, под крышку мы добавим какой-нибудь прикольный сыр. Мне кажется, что я в холодильнике у себя видела какой-то классный сыр с плесенью. Вот мы его добавим. Он немножко подтает. И мы все это дело переложим в нашу тарелку капельку бальзамического уксуса. Можно даже не поливать оливковым маслом. И будет вам сумасшедшее счастье. Вкусовая симфония во рту. Прошло буквально несколько минут. Давайте проверим спаржу. Мне кажется, она уже готова. Она 100% готова. Теперь прям сверху мы кидаем наш сыр. Если у вас вдруг нет сыра какого-нибудь с плесенью, используйте любой. Чеддер, пармезан, пекорино. Все, что хотите. Я хочу, чтобы сыр немножко подтаял. И уже будем сервировать салат. 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 Мне прям уже не терпится начать есть. Другие. Вот вам прекрасный пример того, как можно избегать какое-то пищевое однообразие. Вроде бы все понятно. Овочи, фрукты, листики, сыр. Но поверьте мне, это что-то вообще нереальное. Я просто хотела вежливо напомнить. Если вы меня сейчас смотрите, может быть, вы сразу подпишитесь на канал и черканите мне что-нибудь в комментариях. Это в самом низу страницы. Просто что-нибудь. Расскажите мне анекдот. Как вас зовут? Откуда вы? Давайте уже знакомиться и дружить. У меня нечего вам сказать. Просто, собственно, лицо. Что-то на счастливого человека. И обратите внимание, это просто, можно сказать, ресторанного уровня блюдо, которое можно в два счета собрать дома. Хотите, накидайте сверху какие-нибудь кедровые орешки, которые можно раскалить на сковороде. Миндальные лепестки. Да все, что угодно. Цедра лимона. Я обожаю цедру лимона. Но для меня вот это просто отвал башки.